МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 сентября 1993 года. Грузия. Абхазские вооружённые формирования перешли в наступление по всему фронту. Через несколько дней вокруг Сухуми замкнулось окружение, в котором оказался Эдуард Шеваднац. Для спасения лидера Грузинской республики был срочно направлен корабль на воздушной подушке в Зубр. По звуку его двигатели похожи на авиационные, поэтому абхазцы приняли судно за российские штурмовики и развернули все силы ПВО в сторону моря. Командир Зубра вышел на связь с командующим Черноморским флотом адмиралом Балтиным. Ну, докладывают, щилки расстреливают в упор. Подошёл к берегу на Трикабельтово, сплошная завеса огня. Отхожу назад. Трижды Зубр подходил к берегу, пытаясь нащупать брешь в обороне. Во время одного из таких бросков несколько снарядов пробили корпус и повредили маслопровод. Но моряки быстро устранили неисправность, но развернулись к берегу. Воспользовавшись тем, что абхазские средства ПВО отражали несуществующий налёт авиации, Шеварднадзе сумел вырваться из окружения. Под прикрытием этого Зубра взлетел на одном исправном самолёте, Як-40, и пошёл в сторону Батуми. Мы это наблюдали, прикрыли его. Через час самолёт Шеварднадзе благополучно приземлился в Тбилиси. Одного грозного рокота мощных двигателей корабля хватило, чтобы посеять в рядах противника панику. «Зубр» — самое крупное судно на воздушной подушке в мире. Он способен на скорости легкового автомобиля пройти 300 миль. Этого достаточно, чтобы, например, пересечь Чёрное море, накрыть залпом огня береговые укрепления и высадить батальон морской пехоты или сразу три танка. Мало кто знает, что самый большой в мире десантный корабль «Зубр» создавался как ударный катер с мощными крылатыми ракетами. В планах конструкторов был и другой фантастический проект — сделать из него мобильную стратегическую установку с ядерным оружием на борту. Но удивительная способность «Зубра» с одинаковой лёгкостью передвигаться над землёй и водой заставила военных пересмотреть свои планы. И это не единственный драматический поворот в его судьбе. Сегодня вы впервые узнаете о тайнах самого большого в мире корабля на воздушной подушке. Морской «Зубр». 23 апреля 2001 года. Порт Амфиали, Греция. Командир корабля «Кефалиния» греческих ВМС отдал радисту приказ запросить с контрольной башни разрешение на взлёт. Последовала пауза. Чувствовал, что диспетчер на вышке не может сразу справиться с изумлением. Впервые за годы своей службы в военно-морском флоте он давал разрешение на взлёт военному судну. Всё-таки русские сумасшедшие парни и отличные корабелы. Секретно. 27 апреля 2001 года. Анкара. Премьер-министру Турции Реджепо Эрдоган. В МС Греции провели учение с боевыми стрельбами с целью отработки недавно закупленных в России кораблей на воздушной подушке «Зубр». По итогам манёвров греческое руководство приняло решение о закупке ещё двух кораблей подобного класса. Покупка Греции высокоскоростных российских кораблей имела не только экономический, но и политический характер. Эта страна владеет множеством островов в Эгейском море и постоянно спорит с Турцией по поводу их принадлежности. Являясь членом НАТО, Греция не может покупать военную технику без согласования с командованием блоков. Однако западным военным специалистам пришлось признать, российский «Зубр» уникален. Даже до самого отдалённого островка корабль может добраться всего за пару часов. Я как-то сказал в тост, что мы в Греции способны сделать на каждого острова кораблю. Когда мне сказали, что в Греции более двух тысяч с половиной островов, я сказал, ничего не волнуйтесь, Россия способна без с половиной тысячи сделать. Сегодня Россия – единственная в мире страна, способная создавать столь совершенные суда на воздушной подушке. История рождения этих уникальных кораблей полна тайн и неожиданных конструкторских находок. Первый проект судна на воздушной подушке ещё в 18 веке предложил шведский инженер Эммануэль Сведенборг. Впрочем, даже автор изобретения понимал его несостоятельность. Требовался очень мощный и компактный движитель, которого в то время просто не существовало. В Советском Союзе к продвижению подобного проекта был причастен Константин Циолковский. В 1924 году он предложил создать бесколёсный вездеход на воздушной подушке, движимый вперёд реактивной струёй. Вторая половина 30-х годов. В Америке на фоне сухого закона начинается гангстерская война. В Германии, Италии и Испании получили власть фашистские режимы. В Советском Союзе вошли в моду физкультурные парады. Глава государства Иосиф Сталин видел в этом особый смысл. Страна готовилась к неизбежной войне с империалистическими державами. В Красной Армии нужны были физически сильные солдаты и лучшая боевая техника. Идеи вождя нашли отражение в важнейшем из искусств. В 1936 году на экраны страны вышел фильм Семёна Тимошенко «Вратарь». Герой ленты – идеальный образ советского конструктора. Играющий в свободное время в футбол, инженер, создающий быстроходные катера. Мало кто знает, что часть съёмок проходила в специальном техническом бюро Московского авиационного института, который возглавлял профессор экспериментальной аэродинамики Владимир Левков. Ещё в студенческие годы он прочитал книгу Циолковского и буквально заболел идеей машин на воздушной подушке. Этот человек практически двигался вслепую. Судов на воздушной подушке до него ещё не создавали. Были некоторые попытки, так сказать, наших конкурентов создать корабли на воздушной подушке, они также работали методом тыка. После нескольких экспериментальных машин в 1937 году под руководством Левкова был создан первый боевой летающий катер Л-5. Благодаря воздушной подушке он получил два совершенно фантастических свойства. Прежде всего, огромную скорость – около 130 км в час. На полном ходу его не могла догнать ни одна торпеда. И второе – он был способен двигаться как над водой, так и над сушей. Возможности новой техники поразили военных моряков. Во время учений один из краснофлотцев записал в сигнально-наблюдательном журнале. Торпедный катер выполз на берег и скрылся в лесу. С тех пор Л-5 получил прозвище «Крокодил». Секретно. 27 января 1939 года. Москва. Председателю Комитета обороны при Совете народных комиссаров СССР Вячеславу Молокову. Результаты испытаний катера, построенного по проекту профессора Левкова, показали его превосходство над торпедными катерами, находящимися на вооружении рабоче-крестьянского военно-морского флота. Главный военный совет РКВМФ считает необходимым построить опытную серию из трех катеров. Нарком ВМФ СССР Михаил Фриновский. Амфибийными качествами катера Л-5 неожиданно заинтересовались даже в сухопутных войсках. В то время военная доктрина предусматривала перенос боевых действий на территорию противника. Единственным, что могло остановить стремительный прорыв быстроходных советских танков, были реки. Для боевых машин на воздушной подушке такого препятствия просто не существовало. По заданию маршала Тухачевского, Легков в 30-х годах разработал проекты парящих над землей легких танков. Однако эксплуатация катеров и машин на воздушной подушке выявила целый ряд серьезных недостатков. В 30-40-е годы больших успехов не удалось ему достичь, к сожалению. Здесь были проблемы и с остойчивостью, и корабль от поверхности воды оторвался на очень маленькую высоту. Владимир Левков продолжал работать над проектами судов на воздушной подушке вплоть до своей смерти в 1954 году. Однако он так и не сумел до конца воплотить свою мечту об идеальном корабле. Материалы его экспериментов были переданы в Центральное морское КБ «Алмаз». В этом конструкторском коллективе будут созданы практически все отечественные боевые катера. Убийцы авианосцев с мощными крылатыми ракетами, быстроходные пограничные корабли и, конечно же, самые крупные корабли на воздушной подушке. 12 ноября 2000 года. Санкт-Петербург. Вечером тяжелый военный грузовик остановился на берегу Финского залива с включенными фарами. Машина должна была стать своеобразным маяком для проведения испытаний корабля на воздушной подушке «Зубр», построенного для греческих ВМС. Солдат-водитель задремал, не заметив, как заглок двигателей погасли фар. Чьи-то руки грубо выхватили его из сна. Пока его бесцеремонно тащили по берегу, он с ужасом смотрел, как с невообразимым ревом что-то огромное черное проглатывает грузовик. Вдруг мне где-то в 22 часа позвонили и сказали, что наш корабль раздавил мою автомашину. Мы посмотрели, ее нет. То есть машины нет, там осталось пару колес валяется. То есть нет. Греки начали там возмущаться, докладывать себе этот штаб греческий. Но я подошел к старшему, слушайте, что вы все это докладываете? Прекрасный корабль. Смотрите, мы идем в море сейчас через час. Вам такой корабль нужен? Не нужны патроны? Вы проедете по своему врагу. И вопросы не будет. Все залупались. И на том инцидент исчерпан был. Мощность двигателей «Зубра» более 50 тысяч лошадиных сил. Почти как у крейсера среднего класса. Многотонное судно высотой с трехэтажной дома размером с хоккейную площадку, даже имея на борту три танка Т-80, парит в воздухе на высоте более двух метров. Но секрет кроется не только в мощности. Два гениальных изобретения вывели создание кораблей на воздушной подушке из тупика. Середина 50-х годов. Америка сходила с ума от нового музыкального стиля рок-н-ролл. В Англии обсуждали знаменитую трилогию «Властелин колец», написанную профессором Оксфордского университета Толкиен. В детской сказке взрослые видели отражение своих страхов. Орды варваров уже готовы покорить благодушный мир хоббитов, напоминающий провинциальную Британию. О том, где расположена империя зла, можно было не говорить. Совершенно секретно. 20 июня 1955 года. Москва. Первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Прущеву. По данным разведки, в Лондоне состоялась тайная встреча министров обороны США и Великобритании. Англия подтвердила обязательство в случае начала войны с СССР предоставить свои аэродромы для размещения американских стратегических самолетов носителей ядерного оружия. Министр обороны СССР Георгий Жуков. Узнав о том, что Великобритания разрешила использовать свою территорию как плацдарм для нападения на Советский Союз, Хрущев стал добиваться встречи на высшем уровне с англичанами. Но те вежливо отклонили предложение. Отказ взбесил советского лидера. И он нагрянул без приглашения. Причем на боевом крейсере «Арджоникидс». Британские власти абсолютно не представляли, что делать. Разрешить встречу с премьер-министром – значит потерять лицо. С другой стороны, гордо стоящий у берега боевой корабль враждебного государства также не добавлял авторитета. Выход из положения подсказал сам Хрущев. Он предложил встретиться с парламентариями. На заседании парламента Никита Сергеевич с присущей ему прямотой заявил, что если Англия не откажется от участия в военных планах США, то не останется ничего не только от нее, но и от острова, на котором она располагается. Надо ли говорить, что после этого его встреча с премьер-министром состоялась буквально на следующий день. Во время этого драматичного визита Хрущев случайно наткнулся на заметку в английской газете о парящем аппарате на воздушной подушке. По словам изобретателя, британского инженера Кокерелла, его чудо-машина была способна двигаться с огромной скоростью над любой поверхностью. Секрет заключался в том, что конструктор предложил нагнетать воздух под днище через множество узких сопел по периметру аппарата. А чтобы воздух не уходил, прежде чем поднимет его на достаточную высоту, Кокерелл окружил машину гибким резиновым ограждением. Вернувшись в Москву, Никита Сергеевич приказал министру оборонной промышленности Дмитрию Устинову создать аналогичную летающую машину. Удивительно, что задание было дано не судостроителям, а Всесоюзному НИИ транспортного машиностроения, головному институту в области проектирования танков. Возглавил эту работу выдающийся инженер Александр Кемюрджан, будущий конструктор шасси лунохода. Наш институт отличался тем, что кроме текущих задач, которые стояли перед танкостроением, всегда шла работа на какую-то перспективу. Секретный фильм, снятый для Хрущева, показывает, как далеко удалось продвинуться конструкторам. Машина разведки, названная ползалетом, легко проходила над минными полями и могла двигаться там, где застревал обычный танк. Однако для размещения вооружения, хотя бы легкого бронирования, она совершенно не годилась. Результат этой работы и показал, что да, можно сделать определенные машины, но не танк в том виде и в том облике, как мы все его себе представляем. В итоге танкостроения от этого отошли, а в морских делах десантные суда пришли к воздушной подушке и работают по сегодняшний день. К концу работ над ползалетом Хрущев уже остыл к парящим машинам. Однако нашелся человек, веривший в возможности воздушной подушки. Ставку на летающие корабли решил сделать главком военно-морского флота Сергей Горшко. Он эти корабли просто обожал. И благодаря, так сказать, его вмешательству и, может быть, какой-то вроде опеки, удалось достичь определенных успехов в развитии судов на воздушной подушке. Впрочем, для Горшкова это была не просто блажь. Наиболее опасным орудием войны со стороны американцев были авианосцы. Только с их помощью США вообще могли вести боевые действия на европейском континенте. Главком советского ВМФ предполагал уничтожать авианесущие группировки с помощью ударных крейсеров и атомных подводных лодок с крылатыми ракетами. Однако он хорошо понимал, что без захвата проливов и прилегающего побережья даже у самых мощных кораблей было мало шансов выйти на оперативный простор. И Тихоокеанский флот, и Северный флот, и Балтийский, и Черноморский, он должен был прорваться в эти океаны через территории, контролируемые или водные пространства, контролируемые вероятным противником. В 1963 году стараниями Сергея Горшкова была возрождена морская пехота. Именно она могла проложить советским кораблям дорогу в океан. Руководство флота поставило перед конструкторами ЦМКВ «Алмаз» сложнейшую задачу. Разработать корабль на воздушной подушке, способной на большой скорости десантировать тяжелую бронетехнику и морскую пехоту непосредственно на берег. Проекту присвоили шифр «Джейран». Но к тому времени в «Алмазе» был лишь опыт создания небольшого экспериментального катера МС-01. Сразу от модели, значит, водоизмещением порядка 20 тонн, мы перешли к созданию корабля водоизмещением 350 тонн. И, значит, возникло, конечно, много технических проблем. Это разработка двигателей газотурбинных, это разработка трансмиссий, это разработка вентиляторов для создания воздушной подушки и воздушных винтов. Строительство летающих кораблей сродни авиационному. Ленинградским конструкторам и корабелам пришлось осваивать совершенно новые технологии и материалы. Корпус судна был изготовлен из алюминиевых сплавов. В то время для его сборки требовалась чрезвычайно шумная клепка. Человек с нормальным слухом даже короткое время не мог находиться в сборочном цехе. Поэтому со всей страны на завод привозили глухонемых рабочих. Впрочем, через некоторое время от клепанных конструкций пришлось отказаться. В 1971 году при сборке второго корабля «Джейран» произошел пожар. В отличие от железа, алюминиево-магниевый сплав сгорает практически без остатка. ВМФ поставил задачу компенсировать вот эту потерю и сделать за один год два таких корабля. Старыми методами изготовить их уже было невозможно. Поэтому было принято решение начать делать их сварными. И этот метод в итоге оказался настолько перспективным, что все последующие корабли уже делали столько сварными. Клепки больше уже не применялось. Первенец «Алмаза» Джейран поражал своей мощью и размерами. На скорости более 100 км в час он мог доставить к вражескому берегу два танка и пару сотен десантников. Вот она, внезапность. Теперь бронетехника, раньше добиравшаяся до берега в плать, являвшаяся легкой добычей артиллерии и авиации, могла вступать в бой сразу же после выхода из десантных помещений. Практически параллельно с Джейраном в ЦМКБ «Алмаз» был разработан десантно-штурмовой катер на воздушной подушке «СКАД», перевозивший 40 десантников в полной экипировке. Его уникальные скоростные и амфибийные качества нашли неожиданное применение. Проходило бурное развитие космонавтики, поскольку район приземления космонавтов, он, так сказать, да, может отличаться от заданного, а это был район Казахстана, то, значит, из опасения, что космонавты могут упасть в Аральское море, один из катеров таких был сделан для спасения космонавтов. И он базировался в городе Аральске. В 70-х советский флот все дальше уходил от родных берегов. На него все чаще возлагались боевые задачи по проведению миротворческих операций и поддержке национально-освободительных движений в других странах. Однако столь удобные для проведения десантных операций «Джейрана» и «СКАД» не могли сопровождать советский флот в походах. Им не хватало дальности. Секретно, 20 ноября 1976 года. Москва. Главнокомандующему ВМФ СССР адмиралу флота Советского Союза Сергею Горшкову. В США проходят ходовые испытания десантная платформа на воздушной подушке. Предполагается, что она будет располагаться на большом десантном корабле и осуществлять челночные перевозки тяжелой боевой техники. Начальник разведывательного управления главного штаба ВМФ СССР вице-адмирал Юрий Иванов. Разместить десантные катера в трюме большого корабля. Вот решение проблемы. Главнокомандующий ВМФ Сергей Горшков приказал разработать подобное судно. Проект получил название «Кальмар». Конструкторам постоянно приходилось следить за размерами и массой. На «Кальмаре» впервые появились кольцевые насадки. Они позволили в несколько раз повысить эффективность воздушных винтов, не увеличивая их диаметром. Джейран, Скат и Кальмар стали первым поколением кораблей на воздушной подушке. На многочисленных учениях моряки выжимали из них невозможное, иногда удивляя даже конструкторов. Были случаи, вот известно, Скат прыгал с обрывов в Хабаровске, в Ленинграде, до двух метров. А Джейран, значит, где-то в Балтийских на учениях, так сошел с обрыва четыре метра, и все нормально. Стихия десантных транспортов на воздушной подушке стремительный бросок к берегу противника. Что бы ни случилось, какими бы неприступными ни казались скалы или плотным огонь береговой артиллерии, они должны были высадить технику и людей. Сможет ли корабль после этого вернуться, было не так важно. Пора размяться. В кинофильме Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» командир американских морских пехотинцев во время вертолетной атаки включал Вагнера. Высадка советского морского десанта с быстроходных кораблей скорее напоминает залихватское яблочко. На одном из кальмаров шла высадка десанта и отказало управление. Резервное управление находится в посту энергетики живучести. Казалось бы, корабль должен потерять ход. Но, как говорится, не тут-то было. Значит, два командира, как я сейчас помню, там Красников, а командир БЧ-5 Мельников договариваются о перестукивании. Ну, с кулаком стучать по палубе и одновременно смотреть, куда плывет катер, это трудно. Поэтому командир отбивал чечетку, там, два раза на одной ноге, три раза на другой. Это значит, идем вправо, это идем влево. Самое главное, задача была выполнена. Техника была десантная высажена в установленное нормативное время. 6 мая 1994 года английская королева Елизавета II и президент Франции Миттеран открыли туннель под Ла-Манжио. Сегодня это важнейшая транспортная магистраль, соединяющая Британию с континентальной Европой. Однако мало кто знает, что этот проект задумывался в середине 70-х для быстрой переброски войск в случае захвата советской морской пехотой побережья Англии. В то же время в проливных зонах возводились мощные береговые укрепления. Но у советских конструкторов уже был готов ответ. На базе Кальмара они разработали новый корабль огневой поддержки «Косатка». Его, кроме скорострельной шестиствольной пушки, впервые оснастили сразу двумя реактивными установками залпового огня. А в конце 70-х возник и вовсе фантастический проект использования кораблей на воздушной подушке. В это время разрядка вновь сменилась подготовкой к масштабной войне между странами Варшавского договора и НАРО. В США были созданы новые боевые высокоточные ракеты «Першинг-2». С помощью космической разведки тех лет позиции советских наземных стратегических сил были известны с точностью до одного метра. Несколько ракет могли лишить Советский Союз возможности нанести ответный удар. Защита от угрозы была найдена в мобильных пусковых установках. В ней теплотехники разработали знаменитую ракету «Тополь». Ее установили на поездах, замаскированных под обычные составы, и на автомобильных шасси. Но мало кто знает, что военные прорабатывали вопрос о размещении «Тополя» на амфибийном корабле. Ведь тягачили поезд, привязанных к дорогам, а летающая платформа может двигаться где угодно. Но несмотря на положительные результаты, от создания стратегической ракетной установки на воздушной подушке военные отказались. Тополей на тягачах и поездах оказалось достаточно, чтобы охладить пыл любого противника. Однако многие инженерные находки этого необычного проекта найдут свое продолжение в амфибийном корабле «Зубра». 25 сентября 1993 года. Республика Грузия. Около 50 десантников уже несколько суток вели бой с абхазскими вооруженными формированиями, прикрывая отход грузинских беженцев. Наконец, положение стало отчаянным. Выходит министр обороны Грачев на связь и говорит, слушай, Эдуард, там у меня десантники гибнут. Мне сейчас доложили, они отошли к Чемчире, а Чемчире будет захвачено, как мне доложили, через 2-3 часа этими бандитскими группами. У тебя там есть что? Я говорю, есть. Что есть? Я говорю, да я сейчас в «Зубр» пошлю. «Зубр» уже через 40 минут был на месте. Забрав десантников и технику, корабль неожиданно потерял ход. Забились топливные фильтры. В тот день из-за нехватки авиационного керосина «Зубр» заправили соляркой. Вокруг неподвижного судна немедленно закружились абхазские быстроходные катера. Поставили на них пулеметы, посадили гранатометчиков, бородатые эти ребятки, и они ночью без огней подходят и расстреливают упор с гранатометом. А ВДВшники находятся в десантном этом трюме, у них этот грохот стоит, у них впечатление, что они тонут, у них паника поднялась. Они начали кричать, верните нас на берег, лучше мы там умрем, чем здесь в этом мраке. Мой полковник, этот морской пехотинец, встал с пистолетом, говорит, если на мосте кто поднимется, первого застрелю. Успокоил их. Но боевики недооценили своего противника. Две артиллерийские установки с шестиствольными 30-мм пушками, посылающими в минуту около 5000 снарядов, отрезвили пыл нападавших. Моряки быстро прочистили фильтры, и корабль благополучно доставил десантников в Новороссийск. Сегодня можно приоткрыть завесу секретности и рассказать, как рождался этот корабль. Конец 70-х годов. Мир поражен энергетическим кризисом. В то время, когда европейцы и американцы пересаживаются на более экономичные малолитражки, в Советском Союзе создается прожорливая Нива, открывшая новый класс машин – паркетные внедорожники. В политической жизни еще царил дух разрядки. В Женеве главы США Картер и СССР Брежнев подписали договор ОСВ-2. Однако в действительности отношения двух сверхдержав были на пороге нового кризиса. Американцы испытали артиллерийские снаряды с нейтронными боеголовками. А Советский Союз приступил к размещению в Европе новейших ракет средней дальности. Линия фронта Холодной войны пролегла через океаны. Успехи советских конструкторов противокорабельных ракет заставили американцев разработать собственный аналог подобного оружия для флота США. Секретно. 20 ноября 1978 года. Москва. Главнокомандующему ВМФ СССР, адмиралу флота Советского Союза Сергею Горшкову. Военно-морские силы США приступили к широкомасштабной модернизации ударных крейсеров. Главным образом она затронет вооружение. На кораблях планируется установить новейшие противокорабельные ракеты «Гарпун» и «Тамагавк» и современные системы целеуказания. Начальник разведывательного управления главного штаба ВМФ СССР вице-адмирал Юрий Иванов. Советские специалисты знали слабые места американских противокорабельных комплексов. При большой скорости корабля цели головка самонаведения ракеты не успевала следить за ним и теряла управление. В 1973 году по инициативе главнокомандующего ВМФ Горшкова в «Алмазе» началась разработка малого ракетного корабля «Сивуч». В обычном положении это катамаран со скоростью хода около 20 узлов. Но в случае необходимости передняя часть судна закрывается гибким ограждением. Мощные двигатели нагнетают между корпусами воздух и корабль превращается в быстроходное судно на воздушной подушке. На «Сивуче» установлены 8 сверхзвуковых противокорабельных ракет «Москид». От которых нет защиты. Однако сегодня мало кто знает, что в «Алмазе» разрабатывался единственный в мире проект амфибийного корабля с ударным вооружением. В его создании участвовал талантливый конструктор Герман Коронат. Это Пушкин в кораблестроении. Поскольку все конструкции у него получились легкие, изящные и всегда неожиданные. Получилось таким образом, что для ударной техники не требуется амфибийность. Герман Дмитриевич удачно использовал и создал корабль. Удивительно мореходный, удивительно удачный корабль, который получил название «Зубр». В 1988 году головной корабль серии «Зубр» был передан флоту. В конструкцию «Зубра» был вложен весь опыт создания амфибийных судов, накопленный в ЦМКВ «Алмаз». Одной из проблем судов на воздушной подушке стало облако-брызг, образующееся при движении. Мелкие капли, попадая в газотурбинные двигатели, приводили к резкому снижению мощности. Чтобы избежать этого, на «Зубре» установили двухступенчатые фильтры. Материал для них был подсмотрен за рубежом. Когда наши начальники первые поехали в Англию и увидели вот эти фильтры на их катерах, эта ткань представляет из себя вязаную сетку, напоминающую мочалки. Искали машины, которые бы могли вязать такую сетку, изобретались конструкции, которые могли бы выполнить эту функцию. «Зубр» стал одним из самых быстрых кораблей в мире. Предел его скорости не знают даже конструкторы. На испытаниях судно разгоняли до 70 узлов, то есть около 130 км в час. И это не предел. Но на больших скоростях возникает малоизученный эффект – подлом гибкого ограждения воздушной подушки. В какой-то момент гибкое ограждение, носовая его часть, теряет свою форму, перемещается в сторону кормы. Естественно, корабль клюет носом и падает в воду. Он с катастрофическими разрушениями, потому что удар на скорости 60 узлов, а в воду корабля весом, скажем, 100 тонн, ну, это так можно сопоставить с ударом автомобиля в столб, скажем так. На этот случай конструкторы предусмотрели блокировки критических режимов по скорости и радиусу разворота. На головом корабле, когда мы впервые вышли в море, все заметили, что вот эти бимсы, балки длиной 8 метров поперек корабля, когда корабль попадает на волну, соизмеримую длиной корабля, играют. То есть весь корабль, такое впечатление, что волна по нему проходит. Колебание было небольшое, но чтобы его исправить, были доварены дополнительные усиления бимсов с этими пирерсами, наклонными распорками, и проблема была решена. Управление кораблем происходит со специального пульта. Зубр управляется с помощью вот такого штурвала, похожего на те, что устанавливают на больших самолетах. Еще одно отличие заключается в том, что на судах подобного типа нет рулевого. Поскольку корабль развивает огромную скорость, а управление им требует большой осторожности и точности, его обязанности исполняет командир корабля. Корабль имеет мощное вооружение. Две шестиствольные 30-миллиметровые скорострельные пушки, которые за способность буквально перерезать снарядами корпус небольшого судна получили прозвище «металлорезка». Их используют для поражения самолетов и противокорабельных ракет. Для уничтожения береговых укреплений на Зубре размещены две установки залпового огня, морской аналог реактивной системы ГРАД. Но выдающимся, как считают специалисты, корабль делает уникальное сочетание скорости, грузоподъемности и амфибийности. В 2002 году разработчики Зубра были удостоены национальной премии «Золотая идея». Когда Зубр идет на скорости, он летит над водой, и над ним всегда становится красивая радуга. Из воды, мелкий бризг воды. И вот такое удовольствие, что этот корабль делался с строительной фирмой «Алмаза», проектировала ЦКБ «Алмаза», что это корабли лучшие в мире. 12 сентября 2002 года главнокомандующий военно-морскими силами США адмирал Вернан Кларк озвучил новую военно-морскую доктрину «Морская мощь-21». Мы должны перейти от войны на море к войне с морем. Основой подобных боевых операций станут литеральные корабли, способные вести бой в прибрежной зоне. Когда конгрессмены спросили адмирала Кларка, как скоро понадобится такой флот, он ответил «завтрашнему утру». Удивительно, что в России задолго до американцев осознали необходимость подобного класса судов. И сегодня в ЦМКБ «Алмаз» ведется разработка морских бойцов, кораблей на воздушной подушке для действий в водах противника. Они будут выполнены с использованием технологии «Стелф». При этом боевые суда, как считают специалисты, станут небольшого размера. Само вооружение, оно само по себе поменялось. Оно приняло совершенно, ну, так сказать, другие характеристики, оно стало высокоточным, оно стало более легким, более совершенным. Сегодня технические средства на воздушной подушке имеют применение не только в военной области. В США создан проект парящего трансатлантического пассажирского судна с атомным реактором. В Европе ведущие машиностроительные корпорации «Вольво Эленд Ровер» объединили усилия для создания летающего автомобиля. Принцип воздушной подушки применяется даже в медицине. В Институте ортопедии Лондонского университета создана необыкновенная кровать для больных с тяжелыми ожогами, над которой пострадавший в буквальном смысле парит в воздухе. Как утверждают специалисты, «Зубр» обогнал свое время. К сожалению, в современной российской военной доктрине столь мощному и дорогому кораблю не нашлось применения. Впрочем, все не так печально. Сегодня суда на воздушной подушке пользуются повышенным спросом на мировом рынке вооружений. Не так давно к «Зубру» стали проявлять интерес и гражданские заказчики. Возможно, эти проекты помогут сохранить и развить уникальные технологии производства судов на воздушной подушке для сил быстрого реагирования в прибрежной морской зоне. Субтитры сделал DimaTorzok